Продолжение следует... Что касается чисто технической стороны заявления президента Южной Осетии, то я никоим образом не сомневаюсь, что он нашел путь безупречный с точки зрения закона. Что касается мнений народов Российской Федерации и Южной Осетии, тут у меня и подавно нет ни малейших сомнений. И, несомненно, это воссоединение будет встречено обеими сторонами РАД. Но, по крайней мере, вполне убедительным большинством обеих народов. Анатолий Вассерман не сомневается, что по всем аспектам, в том числе и с экономической точки зрения, это воссоединение будет выгодно. Но будут и проблемы. Но я также совершенно не сомневаюсь, что это воссоединение не признает никто из тех, кто заинтересован в нынешнем развале России, на почти два десятка государств. Я не сомневаюсь, что будут резко против тех, кто выступает за сохранение нынешней раздробленности России. В полной истерике будут те, кто счел распад России своей победой, хотя уже ясно, что победа оказалась ировой. Я уже не говорю о том, что Грузия будет тяжело этим потрясена. Кроме того, будет новый мотив для антироссийской агитации по всему миру. Мол, Россия не бескорыстна, защитник малых и слабых, а всего лишь любитель поживиться тем, кто плохо лежит. И поэтому я думаю, что руководство Российской Федерации в нынешних условиях, скорее всего, попросит Южную Осетию попременить осуществление своей, в целом повторяя, вполне разумной инициативы. При всех возможных проблемах Анатолий Вассерман надеется, что Россия находится на пути к полному восстановлению утраченных территорий. Есть у разных народов поговорки одного и того же содержания. Даже самая длинная дорога начинается с первого шага. И тут вопрос не в том, стоит ли начинать эту дорогу вообще, и не в том, с какой скоростью по ней двигаться, а только в том, какой момент для этого первого шага самый удобный. Вопрос только в том, выгоднались нам в данный момент очередное обострение пропагандистской истерии против нас. Я не могу предсказать реакцию властей Российской Федерации в данный момент. Я только знаю, что воссоединение всей России жизненно необходимо, а необходимость рано или поздно находить себе возможность. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануни ТВ. Подписывайтесь на канал Накануни ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...